Сельское хозяйство – еще один стратегически важный и динамично развивающийся сектор экономики нашей страны. В этом направлении реализуется большое количество проектов, в частности, в сфере животноводства, птицеводства, садоводства. Глава государства не раз отмечал, что в сельской местности нужно создавать современные многоотраслевые фермерские хозяйства, а предпринимателям, работающим в данном направлении, необходимо выделять льготные кредиты. В реализации этих мер важную роль играют кредиты, предоставляемые банками. Акционерно-коммерческий банк Туронбанк – один из банков, поддерживающих проекты по развитию сельского хозяйства. После поездки главы государства в Ташкентскую область в июле этого года на Акционерно-коммерческий банк Туронбанк было возложено финансирование ряда проектов, направленных на развитие сельскохозяйственной отрасли. Среди них и фермерское хозяйство Агрохамкорэкспорт. Банк выделил ему льготный кредит в размере 900 тысяч долларов США для создания на двух гектарах земли энергосберегающей теплицы. Кредит выделен на пятилетний срок с шестипроцентной надбавкой. Добавим, что кредит предоставлен за счет средств, предоставляемых Международным банком реконструкции и развития. По состоянию на 1 октября 2017 года Акционерно-коммерческий банк Туронбанк выдал инвестиционный кредит на сумму 288,6 миллиардов сумм. И кредитный портфель банка составил 553 миллиарда сумм. В 2017 году была привлечена кредит на линии Азиатского банка развития, за счет которых было выдано 6 проектов на сумму 9 миллионов 700 миллионов долларов США. Фермерское хозяйство посетила и наша съемочная группа. Возводимая за счет кредитных средств теплица современного типа полностью соответствует мировым стандартам. За счет своей экономичности, устойчивости к любым погодным условиям, автоматизации растительных систем, микроклимата для растений, теплица обеспечивает возможность получения богатого урожая. Одно из преимуществ нашей теплицы – это наличие микроклимата. Когда за окном 46 градусов жары, вот эти черные солнцезащитные занавесы, отражая 4-5 градусов тепла, создают погодные условия, необходимые для роста урожая. Кроме того, в зимние дни вертикальные и горизонтальные занавесы, защищающие от холода, сохраняют в себе 4-5 градусов тепла. В результате реализации проекта в Зангятинском районе планируется создать около 40 новых рабочих мест и выращивать 400 тонн помидоров и другой сельхозпродукции в год. Свыше 40% продукции планируется отправлять на экспорт. В целом мы планируем посадить около 22-23 тысяч штук рассада на 1 гектар земли. Из каждого из них мы намерены получить 7-8 килограммов урожая. Многие спрашивают, чем отличаются продукты, выращенные в тепловых условиях. Скажу, что ни по экологическим, ни по вкусовым качествам нет никакой разницы. Мы планируем поставлять продукцию на внутренний рынок, а остальную часть будем экспортировать в Казахстан и Россию. Фермерское хозяйство полностью оснащено современным оборудованием. В настоящее время заканчивается его монтаж, а также ведется работа по подключению к сети электроэнергии и природного газа.